Доброго времени суток всем, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас довольно необычное видео, потому что у меня берет интервью одна из моих первых подписчиц на канале. Передаю слово своему интервьюеру. Всем привет! Меня зовут Полинария. Первый вопрос для Ксандра. Ксандр, скажи, пожалуйста, планируешь ли ты в дальнейшем развивать свой канал и в каком направлении? Это будут видео о жизни, влоги, какие-то разговорные или будешь снимать о своем творчестве? Конечно, планирую развитие своего канала. Без этого никуда. Особенно, когда ты смотришь на то, как люди отзываются, что людям нравится, что люди смотрят, что люди лайкают. Это очень вдохновляет и стимулирует к дальнейшей работе. Вопрос номер два. Ксандр, скажи, пожалуйста, когда ты будешь стримить разговорный выпуск, в котором будешь общаться со своими подписчиками? Этот разговорный выпуск, да, я помню, как я его планировал, но сейчас все основные силы я бросил на заработок денег, потому что я хочу приобрести себе очень хороший ноутбук, чтобы делать на нем ролики и, в принципе, работать. Ну и чтобы стримить тоже. Он отлично, думаю, подойдет для этого. Что ж, Ксандр, я думаю, у тебя отличные цели. А теперь вопрос номер три. Ксандр, скажи, пожалуйста, как часто ты общаешься со своими подписчиками? Планируешь ли какие-то встречи с ними или сходки? Я встречаюсь как только могу. Общаюсь, конечно, да. Я со всеми хорошо иду на контакт. И со мной очень легко связаться, поскольку все ссылки есть на все мои соцсети, в которых я есть. И я охотно отвечаю всем, кто мне пишет. Кто мне пишет, не фигню. Кстати, хочу заметить. И да, если вы будете где-то рядом, то вы можете написать, мы устроим с вами встречу. Ну, кстати, про то, что Ксандра легко найти в соцсетях, могу подтвердить, потому что мы с Ксандром, в принципе, тоже познакомились в контакте в этой соцсети. И ссылку я нашла под видео. А теперь вопрос про твое творчество. Все уже заметили, что с одной стороны ты занимаешься различного рода шитьем, да, делаешь одежду или игрушки, а с другой стороны увлекаешься 3D-моделированием. Вот. И интересно узнать, что тебя больше из этого привлекает и чем ты будешь в дальнейшем больше заниматься. Я стараюсь уделять время и тому, и другому. 3D-моделирование и монтажа ролика требуется постоянный доступ к компьютеру, который у меня не всегда есть, да, и с 3D-моделированием, тоже так. И поэтому я собираюсь себе купить хороший ноутбук, чтобы радовать вас всех, всех вас контентом. Спасибо, Ксандр. Мы тоже будем ждать качественный контент и надеемся, что твоя мечта скоро осуществится. Вопрос номер 5. Наверное, многие ждут один из самых готических праздников – Хэллоуин. Скажи, пожалуйста, планируешь ли ты какую-то движуху? Будешь ли ты печь, может быть, опять кровавые вафельки? Мы в ожидании. Расскажи, пожалуйста, о своих планах. Я не считаю Хэллоуин готическим праздником, поскольку готы, мне кажется, празднуют все, что весело и не весело. Тоже. Все, что не весело. По поводу видео, какую-то движуху. Да, конечно, планирую. У меня даже есть парочку задумок по этому поводу. Насчет вафель я не собираюсь повторяться. Все-таки это не в моем вкусе повторяться. Шестой вопрос. Все заметили, что ты довольно часто меняешь превьюшку. Скажи, пожалуйста, а какие у тебя идеи насчет новой, если это не секрет? Моя последняя вампирская превью, как вы уже видели, меня, в принципе, устраивает. Она не идеальна, она местами топорная. Но это пока что лучшее превью, что я сделал, поэтому, думаю, буду двигаться в вампирском направлении. Вопрос номер семь. Наверное, многим, кто ведет тоже свои каналы YouTube или обрабатывает видео, изображения, интересно, в каких программах ты работаешь. Может быть, можешь какие-то посоветовать, какие лучше, какие хуже. Ну, я пробовал работать в различных программах. Sony Vegas Pro, например, я пробовал работать, но все-таки остановил свой выбор на Adobe Premiere Pro 2020 года. Уже есть 2021 года. И у меня была проблема такая, что видео останавливается на 99% кодировки. Ну, то есть, часть видео смонтировалась, часть видео не смонтировалась. И у тебя обрывками все. Поэтому я остановился на Premiere Pro 2020 года. Стабильная такая версия. И я сейчас работаю в After Effects. Отлично получается. И всем рекомендую работать и использовать эти две программы. Но, к сожалению, эти программы требуют довольно сильного железа, то есть хорошего компьютера. Следующий вопрос. Есть ли у тебя какие-то друзья, с которыми, может быть, ты бы хотел бы снять коллаб? Или ты планируешь в дальнейшем больше снимать видео, где ты один? Я стараюсь привлекать всех своих друзей в свои видео. Валеру вот привлекал, но сейчас он уехал. Сейчас что-то все разъезжаются, кто куда, к сожалению. Я бы с удовольствием нашел новых друзей. Я люблю привлекать друзей для своих роликов, ведь это весело и интересно. Один из последних вопросов. Как твои родители и вообще твоя семья, окружение сейчас относятся к твоим увлечениям? Помню, об этом ты рассказывал в каком-то одном из видео. Оно было довольно забавное. Называлось что-то вроде «Как быть готом, чтобы не попало от мамани» или что-то такое. Моя родня, мое окружение хорошо относятся к моим увлечениям. И даже поддерживают, кто-то даже помогает мне. Например, мой брат, спасибо ему. Теперь я еще и фотошоп осваиваю. Спасибо всем большое за поддержку. Я рад стараться и буду развиваться. Только к лучшему. Все ведет к лучшему. И, наконец, заключительный, один из самых важных вопросов. В последнее время на вашей странице была замечена очень странная активность. Неужели вы становитесь фанатом кей-поп? Вообще кей-поп нет. Я даже ни одной песни BTS не слушал. Вообще нет. Это все ложные обвинения. Поживем и увидим. Ну что ж, вот и закончилось наше интервью с Ксандером. Надеюсь, вам было интересно. Я постаралась предугадать все вопросы, которые интересуют подписчиков. Подписывайтесь обязательно на его канал. Если вы еще не подписаны, ставьте лайки. Всем пока. И неож... И не. Вообще планируешь ли какие-то с ними встречи или сходки? Это было очень неожиданно. Он прям вот тут мой. Лично выносит на каталке. После вопроса мой. Он был вегетарианец. Он не особо переваливается. Не особо хочет. Кто же ведет свои каналы или обрабатывает... Да. Обрабатывает. Ты понимаешь меня. Ну, поскольку на дворе 2021-й, мало ли кто не знал. Может быть тут быстрее в 900-х. Такое тоже у нас бывает. Я бы с удовольствием нашел... Я бы с удовольствием нашел новых друзей. Потому что старые меня не устраивают. Это что со старых я съел. Один из пос... Что тут скрипишь своим стулом? Предпоследний вопрос. Это только предпоследний вопрос. Неужели вы становитесь фанатом кей-поп? Неа. Ну что ж, вот и закончилось наше... Что-что со мной не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...